вот как я вам говорил шим поддерживает пины 3 кстати 3 5 6 9 11 10 11 потом spi это тоже такой интерфейс типа айтусе типа как айтусе он в общем не буду пока пока про него рассказывать он есть как в одном фильме видишь суслика а он есть так на чем же ты я остановился хорошо теперь уже нужно наверное ну что ж а теперь будем подключать вот у меня кабель подключить будет подключен к компьютеру так подключаем в конкретном случае если вы не не произвели никаких действий там ничего не делали просто вот купили себе ардуину и все вот сейчас сидите и смотрите мое видео подключаем кабель у вас конечно же есть вот такой вот кабель mini usb фокус 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 вот такой короче говоря подключайте и у вас будет что-то типа вот такого вот как видите я зарисовал вот этот вот светодиод он не слепит камеру покосировка есть у вас будет что-то типа такого или сначала попытается ваша операционная система установить драйвера если у вас windows то сто процентов будет и ничего не получится потому что нам нужно установить драйвера в ручном режиме конечно же а это можно сделать из среды разработки ардуину переходите на страничку ардуину кстати кому интересно как бы за кадром вот отснявши вот тот материал что я отснял чтобы раньше смотрели выглядит вот так итак здесь есть скачать жмем сюда почему-то не канает ну ладно нужно за наверное заходить все таки на орды на cc то есть буржуйский сайт это как бы официальный вот на сегодняшний день то есть второе мая 2015 года самая новая версия это 1 и 6 вот выбираете вашу операционную систему то есть или linux или mac os или windows здесь вот можно установщик или можно же установленную всю все установлены установлены и уже запакованы в архиве не нужно ничего устанавливать просто скачали распаковали и поехали вот я скачала zip file from вот это короче говоря вот она видите какой у меня здесь бардак жмете после того как скачали жмете изделять в текущую папку и у вас вот будет папка arduino 163 заходите заходите сюда а а вообще-то нет выбираю делайте или так как я к примеру мой компьютер потом управление или же на на рабочем столе там будет ваш у вас мой компьютер но я не хочу показывать свой рабочий стол потому что там бардак полный но суть в том что нам нужно попасть в диспетчер устройств переходим диспетчер устройств и у нас здесь отображается вот что потом нажимаем правой кнопкой мышки обновить драйвера нажимаем выполнить поиск драйверов на этом компьютере нет это я не буду нажимать потом выбирать эту папку где вы распаковали arduino и здесь есть папка drivers но есть здесь один такой момент сейчас он думал расскажу я вам про него конкретно моем случае стоит микросхема ftd аль если покупать китайский клон arduino nano так что там может быть и вот такая вот микросхема как здесь а здесь она какая-то там хзы какая в общем смотрите по микросхеме и в принципе сейчас все я заметил что все новые arduino особенно китайские клоны идут на чипе вот этом cx340j вот здесь есть статейка и в принципе здесь все расписано что как и куда если конкретно говорить про вот этот вот чип что тут и вот этот чип не только вот в случае arduino mega он может быть и вот на таких вот переходниках и вот на arduino arduino nano вот так переходите ссылка конечно же будет в описании вот устанавливаете драйвера в моем случае я просто вот выбираю ftdi папку папки drivers потому что у меня ftdi так что жму далее и говорит не удалось найти опять же наверное надо было все таки выбрать папку drivers ух вот это фейл в общем надо наверное сначала дело